шаву а то у нас новая недельная глава торы называется она и тро наш первый урок идет за поднятие души моего папы яков бен нахум моего дяди владимир бен григорий левый бен шмуэль ури бен харитон хая малка бат йосиф мира бат авраам за здоровье светлана бат клара анна бат ривка полина перл бат соня сура женя бат ида анна бат елена евгений бен софья моисей бен ева инесса бат моэль евгений бен берл евгения бат и та маша бен рая броха и доброхом бат сара двое работ мира ирина бат двое ра и за хороший же дух аронарье бен двое ра написано в главе и тро и услышал и тро тесь маша шейх медиана обо всем что сделал бог для маша и его народа израиля как водил израиль из египта кто был и тро он был правителем медиана и он был самым уважаемым человеком на востоке он был советником фараона свое время и до тех пор пока он был идолопоклонником его очень все уважали ценили он возглавлял такую мощную державу как медиан очевидно в подчинении у него были эти пять царей медиана которые мы знаем и зловы мотон великоват сурхур и рева и тут он начал понимать что есть единый бог который за всем этим стоит что он управляет миром что он создал мир и он начал постепенно приходить вере к самой фторе начал переходить и постепенно имена его менялись то он был путиэлем то он был халавом хивером кинеем кине это мимо такое него есть есть у него етер есть риуэль всем имен у него было и путиэль это когда он выращивал тельцов для едва поклонства тогда в это время он выдал свою дочку за сына гарвона койна за будущего гарвона койна за левита который звали элиазар и он родил пенхаса всем известного что очень интересно интересно необычно есть комментарии вот в книге живая тора вот интересные комментарии есть и тро значит согласно некоторым авторитетом и тро был двоюродным братом машет это пишет ибн эзра главе бамид бар 1029 это глава биалат ха для нас вообще трудно понять такое комментарии очень сложные непонятно впечатлили вообще что это опечатка что значит двоюродный брат машет тогда он должен быть сыном его дяди допустим у его мамы у ехавет есть три брата гершон когат и мрари и если сыновья гершона левни и шиминам известны и сыновьям мрари нам известны махли и муши то не похоже на имя ни одной зиме он и тро и если мы берем имена сыновей кегата амрам и сгар хеврон и узель то тоже никак не похоже на и тро а если мы берем по папе то папы родные братья допустим кто у амрама папы маше родные братья то есть написано что кто амрам изгар хеврон и узель значит если это его родные братья то тогда есть их не дети могут быть двоюродные братья машет если мы знаем сыновья изгора карах нефех и зихри получается они не вне они если мы знаешь о сыновья узеля эльцефан и мишель и ситри тоже не похоже на риуэль а нигде да и возможно сыновья хеврона здесь не указано это единственное какой вариант может быть шум будет двоюродный брата в маше получается трудно понять этот комментарий что чем это говорит в общем возможно это здесь опечатка может быть так а ну а может быть раме 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 дэвэнезра в волосвейной памяти здесь применил какую-то мудрость трудно нам понять это еще что узнал и тро он услышал что все вышли сделал для израиля как он открыл море как он провел нас среди моря и он был очень рад главное что он рад своей душе вот это очень важно то есть у нас есть такие места что агрон встречает маше и написано и возрадовался он в сердце своем то есть не просто он радовался что увидел своего брата на словах там рассказывал что он именно в сердце то есть у него радость была здесь и тро именно тора пишет что он очень обрадовался когда услышал такую хорошую весть и он идет к маше и написано и привел с собой тро жену маше цепору что была отослана домой ранее как это было мы знаем что маше пошел в египет взял свою жену цепору и взял двух сыновей гершона или эзера и пошел в египет мы там знаем мы изучали что он не сделал вовремя обрезание всевышний хотел его убить цепора спасла его но здесь смысл в том что что значит она была отослана дело в том что когда маше встретил своего брата агрона агрон говорит ну понятно ты идешь по велению всевышнего освобождать рабов еврейских из египта из рабства для чего ты усугубляешь жизнь своей жене наша свободная женщина вообще принцесса медьяны своим детям которые родились свободными для чего ты делаешь такую вещь и маше подумал что агрон прав и он отослал их домой к своему папе вот теперь он говорит что отец твой и тройду к тебе я и жена твоя и двое сыновей твоих с тобой гершона или эзер он и так это передали маше и тропа думал что если ты не хочешь видеть меня так ты хочешь видеть свою жену а если хочешь видеть ее то хотя бы посмотри вот твои сыновья и маше этому очень обрадовался и он встретил прекрасно своего тестя и он рассказал обо всем что сделал всесильный для израиля как всесильный вывел нас из египта и трор радуется и он делает обрезание делает обрезание себе и становится он евреем это ему это был июр его имя стоит название главы это не просто так он это заслужил вот и он присутствует на трапезе которую маше в честь него устроил и сам маше прислуживал бегал это нас учит что мы должны хорошо относиться к гостям это очень важная заповедь на этом наш сегодняшний урок заканчивается до всего самого лучшего до следующих встреч